Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальбан. Пардауговский суд Риги приговорил нашего коллегу блестящего латвийского русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к одному году и двум месяцам лишения свободы по, я высказываю в данном случае свое мнение, поскольку читал все документы, связанные с этим делом, по крайней мере то, что опубликовано, и считаю однозначно, что дело топорное, сфабриковано топорно латвийской службой госбезопасности по делу о так называемой разжигании межнациональной рози и незаконном хранении боеприпасов. До рассмотрения апелляции Юрий Алексеев будет находиться на свободе, если это можно считать в общем-то свободой. Юрий с нами на связи, Юра рад приветствовать, я хотел сказать добрый день, но в любом случае добрый день, потому что я тебя вижу в данном случае, мы по крайней мере можем спокойно говорить то, о чем хотим говорить, по крайней мере. Я начну свой разговор, свой первый вопрос задам, оттолкнусь от опубликованного в фейсбуке последнего слова, так называемого, ты опубликовал у себя на странице, этот текст разошелся, последнее слово на суде. Начинается он такими словами, за редким исключением любое преступление имеет свои мотивы и своих бенефициаров, и первая задача суда, как я ее понимаю, выяснить, кому это преступление выгодно. Конец цитаты. Можно ли после приговора однозначно утверждать, что суд со своей задачей справился, поскольку действительно однозначно показал, кому это преступление выгодно, в общем-то удовлетворив в полной мере запрос госбезопасности? Видите, Александр, дело-то в том, что, значит, это дело началось еще четыре года назад. Семнадцатый год. Тогда я думал, что это как бы шутка. Ну вот, какое-то время, значит, там эти вот следователи следователи, всякое вот это вот, так сказать, определенное сочетание людей, они, значит, меня начнут прессовать. Я думал, что, ну, 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 вряд ли получится, ну правда, вряд ли получится, потому что, ну, ну, нельзя так вот. На совершенно нелепом обвинении, что я как бы написал, значит, там несколько десятков, ну, даже уже не десятков, а сотен комментариев, которых я призываю убивать вот латышей. Дело в том, что моя мама латышка, я ж фифти-фифти, там, типа, русские латыши, вот, как бы я, ну, призывать воевать латышей, ну, как-то, ну, даже, она нелепа, с моей точки зрения, да, вот. Ну, они, они нашли, они все вот это дело пришли к делу. Я так прочитал это дело, думаю, ну, ну, нет, ну, и правда. Не, ну, есть же у них там где-то мозг. Ну, 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 мозг должен быть. Ну, вот реально должен быть. Они мне пришли это дело, что я призываю убивать кого? Латышей. То есть, ну, свою маму. Мама моя умерла уже 6 лет назад, да. И я бы, чтобы призывал убивать людей, которые, ну, моя мама, ну, это сильно вряд ли. То есть, я думал, что, ну, нет, ну, ну, пошутили. Ну, бывает такое, там, как бы, вот эти вот люди, которые там пишут мне обвинения, ну, они, наверное, не совсем, не совсем, может быть, соображают головой. Ну, такое бывает в Латвии, собственно говоря, людей, которые соображают головой, не сильно много. Ну, сильно меньше тех, кто не соображают головой. Я же это как свидетель, да, свидетельствует, да. Ну, вот так Александра, примерно так оно и было. То есть, вот они так... Я, это было в прошлую пятницу, я вот, когда слушал приговор суда, я думал, блин, они реально сошли с ума. Вот это судья, а судья, она примерно в два раза меня моложе. Ну, ей лет 30. Прокурор тоже, примерно, такого же власта, ну, не может быть. А я потом еще переспросил судью, говорю, типа, это, ваша честь, ну, как бы, так положено обращаться к судье, я спросил, ваша честь, это я реально приговорен к реальному сроку? А судья говорит, да, конечно, вы приговорены к реальному сроку, вы будете сидеть в тюрьме, значит, год и два месяца. Ну, это как-то так, почесал подмородок, ну, блин, нифига себе, год и два месяца, и два месяца довольно много. Вот так вчера, не вчера, а в пятницу происходил суд на домах. Юр, хотел спросить вот о чем. Я перейду на официальный язык. Вы сказали, что ваше дело началось в семнадцатом году, но ведь еще было гораздо раньше, на мой взгляд, в двенадцатом году, когда ваш сайт, имхоклуб, был внесен в перечень неблагонадежных в Латвии. Он был обозначен в годовом отчете полиции безопасности Латвии за двенадцатый год. И цитата из этого отчета, кстати, вы ее приводите. За последний год интернет-портал имхоклуб стал одним из значимых ресурсов, на котором рассматриваются актуальные вопросы, связанные с политикой отдельных национальностей. Имхоклуб действует как платформа для публикации определенных противоречивых и тенденциозных взглядов и идей, в скобочках, вопросы автономии Латгалии, проблематика неграждан, неоднозначно оцениваемые вопросы истории. Скобочка закрывается и кавычки закрываются. У меня вопрос, но разве в европейском демократическом государстве, которым себя провозглашает Латвия с некоторых пор, разные мнения не приветствуются? Все должно быть под одну идеологическую гребенку причесано? Или как? Или как? Или у меня слишком наивный вопрос? Я чисто наивный. Александр, видите, дело-то в чем, что Латвия никогда за свою всю историю, ну буквально с возникновением, она никогда не была демократическим государством. Ну правда, ну там сейчас существуют такие вот странные люди, которые готовы меня посадить в тюрьму. Я вот уже, значит, пять лет меня осудили, я читал, значит, вот эти вот комментарии в интернетах, думаю, боже мой, какое количество вот этих вот людей, которые хотят меня засадить. Меня, Юрия Алексеева, который довольно-таки известный, такой журналист, я думаю, блин, ну нифига себе. И главное, что среди них очень много существует таких людей, которые со мной работали. Мы же журналисты, Латвия-то странная-то небольшая, да, мы журналистами работали очень много. И вот я читаю фамилию, думаю, и они пишут, что типа, вот Алексея его надо, значит, закрыть, думаю, господи, пожалуйста, я ведь с ними знаком уже, наверное, ну лет тридцать, потому что я, значит, журналистке тридцать лет. И я с ними говорил, я думаю, ну, блин, ну, ничего себе вас разобрал, разобрал это, ребятки, да, то есть, ну вот как-то так, Александр. То есть, видите ли, значит, вот в этом, значит, образовании по имени Латвия существует до хрена таких вот разных людей. И иные из них, они просто какие-то совершенно сумасшедшие, ну, откуда они взялись, я же давно все знаю, на тридцать лет, это довольно немалый срок, когда можно изучить. Ну, вот такое и есть, да, да. И как раз вот о комментариях к информации о приговоре суда, тоже я много почитал в фейсбуке комментариев, честно говоря, на странице Юрия Алексеева в фейсбуке те комментарии, которые мне попались, они в большей степени были в поддержку героя торжества, но встречались, да, встречались и очень мерзкие, противные, всякие. Вот один, может быть, не самый мерзкий, но специфический. Я хотел бы огласить и спросить по этому поводу ваше мнение. Я протестирую человека, имя, фамилию я называть не буду, он меня не уполномачивал, а кто захочет посмотреть, найдет без проблем. Он пишет, я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите. Вру, начинается не с этого. В фейсбуке в комментариях к информации о приговоре суда прочитал следующее. Вольтеру приписывают следующие слова. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. Это целиком и полностью выражает мое личное мнение по этому делу. Я полностью поддерживал Латышей в их действиях 91-го года, когда они не дали вате гражданства. Я не понимаю вашего поведения, когда для вас все началось. У вас было как минимум две страны, Россия и США, которые бы вас приняли. Вы зачем-то каждый раз возвращаетесь. Вместе с этим вас осудили абсолютно по беспределу. Это факт. Ирония в том, что осудили в лучших традициях столь восхваляемого вами совка. В общем, могу лишь пожелать отбиться от этого дерьма и поставить латвийскую охранку на их место возле Параши, где, впрочем, находится и заслуживает быть там любая охранка. Конец цитаты. Вру. Юр, извини. Еще одна фраза оттуда. И да. Когда все кончится, уезжайте. Выбор стран теперь уже сузился. Вот теперь конец цитаты. Юра, что бы вы ответили на подобного рода предложения? И у меня вопрос. А почему не уехали? Почему возвращаетесь в свою Латвию, где родилась ваша мама, где родились ваши родители? Почему? Этому человеку непонятно. Видите ли, Александр, я, так сказать, отчасти патриот этой Латвии, да, потому что, ну да, я родился не здесь, я родился в городе Норильске, но моя мама латышка. Потом моя мама приехала сюда, в Латвию, мы тут жили, значит, я ее строил, я работал радиоинженером и так довольно прилично поработал, то есть, типа, лет примерно 30, то есть, я, значит, эту Латвию, что называется, строил, да. И вот уезжать, слушайте, Александр, вот зачем мне уезжать? Пускай сваливают вот эти вот, которые меня сунят. То есть, как бы, я еще за это дело готов побороться, но пока что еще, ну, может быть, потом уже утрачу желание побороться за это дело, да. Но все равно я готов их отсюда пинками, ну, так сказать, под соответствующее место отправить, ну, куда-нибудь, ну, может быть, в Ирландию, может быть, там, в Испанию, может, в Швецию. Потому что они, они, вот эти вот ребята, которые меня судят, они как-то не до конца понимают вот эту вот тему, что, значит, некоторые люди в этой стране готовы им надавать по жопе. На Итон ТВ, можно приносить такое слово? Ну, если что, запикаете, да. То есть, они готовы, а я один из них, который, как бы, ну, так это самое, довольно сурово настроенное, типа так. Юр, еще у меня есть вопрос. Так получилось, что приговор фактически совпал с сообщением о том, что служба госбезопасности Латвии завершила следствие, я цитирую, по уголовному процессу в отношении 14 русскоязычных журналистов, сотрудничавших с российскими порталами «Спутник» и «Балт Ньюз». Дело передано прокуратуру, фигуранты начали получать официальные постановления о привлечении к уголовной ответственности. И сообщается, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова по этому поводу долго сокрушалась. И вот приводится ее цитата. Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова? Где институт? Где специальный офис этого представителя? Ведь там много людей работает. Хочется какой-то внятной реакции. Конец цитаты. Но мне, честно говоря, в не меньшей степени хочется какой-то внятной реакции и со стороны Российской Федерации, кроме как выражения вот этой самой озабоченности. И уподобляясь госпоже Захаровой, я хочу воскликнуть. А где Петр Толстой? Как бы журналист и как бы политик и человек, который возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ. Почему они, эти люди, молчат? Почему они не поднимают эти вопросы о дискриминации русскоязычных журналистов, русскоязычного населения в странах Балтии? Почему их не слышно сегодня? Ой. Видите ли, товарищ, дело в том, что вот эта вот тема, она вообще говоря не про то. То есть, типа, кто-то хочет из России извлечь какое-то вот это вот мнение. Вот, как бы, типа, ну вот Юрий Алексеев засадили. А Юрий Алексеев, потому что русский, он же по, так сказать, по происхождению, так-то он возглавлен в Латвии. И кому это волнует там в России? Ну, как бы, ну, наверное, никому не волнует. Но то же самое с вот этим вот 14 журналистом, которые пишут статьи там на «Спутник». Ну, кого это память? Ну, может, Мария Захарова, может, еще кого-нибудь там. Ну, таких людей сильно не много, да. Вот. И, Александр, ну, как вам сказать? Как вам сказать? Это вообще не про нас. Ну, вот этих вот, которые русские, русские тут живут в этой Латвии, как-то так это сказано. Ну, не про нас. Ну, ну, так получилось. Ну, что поделать? Дело-то в том, что, вот, вот, Александр, вы прикиньте, в 1991 году вдруг Россия вышла из Советского Союза. И вышла так вся целиком. Вы помните, сколько русских осталось за границей Латвии в тот момент? Это вопрос. Я не помню, но... 25 миллионов. Это реальная цифра. И вот представьте себе, что вот тут вдруг 25 миллионов, а тогда русские, это в России было всего 140 миллионов, что вот 25 миллионов, это примерно одна пятая часть, вдруг появится в России в качестве беженцев. Вот Россия была готова принять 25 миллионов русских. Ну, я даже себе примерно представить такое не могу. Но вдруг 25 миллионов. Это же, это же тогда было примерно 4 Москвы. И там, типа, 8 в Санкт-Петербурге. Вот Россия вдруг приняла к себе вот такое количество, а куда бы она их делала? Ну, типа, ну, поселить где-то там, значит, там, как бы, дать им пенсии, там, детские сады, школы и прочее всякое. Ну, в принципе же невозможно, Александр. Вы же согласитесь. В Израиле, где вы живете, сколько народу живет? Это вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. У меня еще один вопрос созрел по ходу нашего разговора. Просто вчера, когда я готовился к нашему разговору, к нашей встрече, я посмотрел знаменитую программу Никиты Михалкова, где он зачитывает ваше письмо украинским товарищам на Майдан. Это знаменитое письмо. Никита Михалков человек творческий. Он очень красивый. Тому письму уже 7 лет. Я тогда был сильно... Да, это 14-й год. Апрель 14-го года, если я не ошибаюсь. Так вот, когда он его прочитал, он высказал свое мнение по поводу этого письма, и он сказал одну очень, на мой взгляд, важную вещь. Он сказал, такое письмо мог написать человек, который это сам пережил. Вот, может быть, вот этот вот латвийский суд, может быть, латвийская охранка не может спокойно на это смотреть, что вы, да, пережили то, что было в буквальном смысле этого слова, и остались человеком. Человеком со своим мнением. Видите, Александр, я сам на четверть своей национальности, украинец, еще на четверть Беларусь, и еще на 50% латыш. Так что я как бы, ну, я себя ощущаю русским, но вот так получилось, что у меня, так сказать, смеси в голове дофига. То есть я и дну мовы, даже добрые разумею, и всякое такое, да. А Никита Михалков, кстати, надо сказать, очень хорошо прочитал мой этот самый пост. Я могу сказать, что спасибо Никите Сергеевичу, он как бы, ну, просто, замечательно прочитал. Ну, что же делать, Александр, мы же ведь, видите, вы вот там, скажем, в Израиле, как бы евреи. Ну, евреи, в таких чистокровных, наверное, в Израиле, ну, найдешь немного, ну, это же русские, вот в Латвии, и в Латвии русских, тоже, наверное, чистых, чистых таких, вот, так сказать, голубых кровей, тоже найдешь немного. Ну, вот как-то мы живем, живем вот в этом виде. Ну, что делать? Как получилось? Будем жить. Будем жить. Юр, спасибо. Конечно, будем жить. Ну, а куда мы нафиг денемся? Я вот просто написал, буквально, где-то часа два назад, вот, в фейсбуке, что мой батя, он дошел от Днепра до Берлина. Ну, это факт, реально, он дошел, он начал войну, когда ему было 17 лет, значит, на форсирование Днепра, а потом дошел до Берлина. Ну, это факт, он 19 лет отпраздновал возле Ехстага, кстати, в госпитале, потому что, я говорю, батя, «А ты че так?» Он говорит, мне осколок влетел в грудь. Он мне даже показывал это место, вот примерно вот в это, двух сантиметрах от сердца, да? Он говорит, вот, осколок влетел, я лежал до 46-го года в госпитале, то есть, почти что год, то есть, он, значит, ну, говорит, не удалось отпраздновать. Я, как бы, значит, ну, батя, ну, ты крут. А батя мой был, он был очень невысокого роста, он был еле-еле мне по плечу. И весил он тогда 46 килограммов, то есть, вот эта вот винтовка, которую он таскал себе на плече, была почти что в половину, половину его веса. Вот. И он был минометчиком, вашим сержантом. Я говорю, «Батя, а как ты так-то все выдержал?» Он говорит, типа, «А какой был выбор?» Мы все такие были. Я вот сейчас так думаю, Александр, что, типа, ну, вот тогда так все было устроено. И, по большому счету, я, когда мне говорят, «Алексеев, ты свалил от тебя с этого аквили?» Я им говорю, ребят, «Батя мой прошел от Днепрада до Родины». И чтобы, я бы сейчас свалил отсюда, испугавшись вот этих вот, ну, как бы так удобнее сказать представителей не моей культуры. И чтобы я оттуда свалил, ну, не дождетесь. Юра, спасибо огромное за это интервью, спасибо за откровенность, спасибо за это мнение, мужество, терпение, и будем, как говорится, молиться за то, чтобы апелляция была все-таки в вашу пользу. Спасибо. Спасибо. Александр, мне молиться не за что, я все равно победю. Ну, так, как-то так. Спасибо. Но спасибо на сочувствие. Спасибо, Юра. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова